Инспекторы ГИБДД продолжают патрулировать пешеходные переходы города. На этот раз установлено наблюдение за этой зеброй на улице Некрасова. Участок, прямо скажем, проблемный. Не раз здесь пешеходы попадали под колеса транспорта. Вообще именно на зебрах происходит большинство наездов. То есть причина, скорее всего, кроется в невнимательности водителей. За 7 месяцев этого года в городе Иваново зарегистрировано 133 наезда на пешеходов, в которых погибли 5 человек и получили травмы тела 139 человек. Из этих наездов 73 произошли в зоне пешеходного перехода. 4 человека на пешеходных переходах погибли, 79 получили травмы тела. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП увеличилось на 14%, количество пострадавших в них людей на 29,5%. На этот раз, завидев инспекторов, автолюбители тормозили перед переходом. Все, кроме водителя эвакуатора. Мужчина ехал на вызов и хотел сэкономить несколько секунд. А в результате на оформление штрафа, который сейчас составляет 1500 рублей, потратил четверть часа. А ведь спешка автомобилиста могла стоить пешеходу здоровья или даже жизни. Особенно важно помнить это в преддверии 1 сентября. Скоро на дорогах появится много школьников. Дети отвыкли от интенсивной транспортной среды, приедут в город и часто появляются на дорогах, особенно в неустановленном месте. Поэтому водителям следует быть особенно внимательным. У детей очень высокие росты. Например, на пешеходном переходе, если остановился первый ряд, обязательно можно остановиться, потому что ребенка можно не увидеть за вторым автомобилем. Ну и, естественно, быть внимательным, потому что они могут появиться в непредсказуемом месте. Но по статистике дети попадают под колеса именно на переходах по вине водителей. Так что снижение аварийности с участием маленьких пешеходов почти всецело в руках взрослых. Наталья Романова, Андрей Семиволков, Хартова, Иванова.